Значит, мы прочитали первые три стиха, да, в послании к Галатам 6 главе, и говорим мы о том, чтобы мы помогали друг другу нести свое бремя, да, и одно из направлений первое, чтобы мы отворачивались от себя, от своих нужд, и помогали другим людям, и тогда Бог может решать наши проблемы, правда? Это часто так происходит, вот, и с другой стороны, мы не призваны всю нашу сознательную жизнь решать проблемы людей, правда? Потому что мы призваны с вами, чтобы показывать им, для чего мы призваны, чтобы показывать им, как им выйти из этой проблемы, научить их выходить из этой проблемы, правда? И показывать им дальше, какой путь, каким путем они должны дальше идти, чтобы уже не попадать в эти проблемы, а жить победной жизнью. Вы понимаете, да? Очень важно. Поэтому мы можем, помогая людям в их грехах, да, если и впадет какой человек в какое согрешение, мы можем их исправлять, но наблюдать за собою. То есть очень важно, чтобы, помогая им, нам самим не грешить, правда? Потому что могут быть такие ситуации, когда мы можем где-то начинать малодушествовать, и как бы постепенно к нам приходит, может прийти какая-то жалость к этим людям, вот, и где-то мы можем чувствовать, что, ну, действительно, этот человек как-то оказался, вот, и начинаем его как бы оправдывать, защищать, и как бы для нас грех, он уже становится таким, знаете, немножко уже не таким страшным, да. Это когда малодушевство, да? А? Молодушествовать это грех? Молодушествовать? Безусловно, это не грех, малодушевство, но это, ну, вот, как Сережа говорит, это слабость, я так считаю, это, ну, та слабость, это та часть, где мы не проявляем достаточно, скажем, ну, смелости и дерзновения. Тут дело в том, что, дело в том, что мы с вами же разные по характеру, правда? И один человек может быть как бы скромный, но есть еще лже-скромность, правда? Это уже гордость. Поэтому, да, но если человек, он действительно вот такой вот мягкий, вот, он не сильно такой эмоциональный, вот, то такой человек, он может как бы неправильно оценить ситуацию, он говорит, да, это же надо, так произошло, а мне его так жалко. Вот здесь вот малодушие. Вот если мы видим, что есть это вот в наших людях, в наших служителях, или есть это во мне, мы не можем малодушевствовать. Мы не можем просто смотреть на какой-то грех или беззаконие и не реагировать на это. Это малодушие. Это малодушие. Выносишь его на уровне того, что человек вот как бы так поступил, ну, вот мне его жалко, вот он такой слабый. Какая-то непонятная жалость. Ну, жалость, приходит саможалость. Знаете? Малодушие вот с греческого. Да, пожалуйста. Единственное место в Новом Завете, где использовано слово, которое переведено как малодушное, это вот умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, «Утешайте малодушных». Это слово буквально переводится как нерешительный, трусливый, боязливый, слабовольный. Да, да, спасибо. Спасибо. Можно это отметить. С усвет твердости, да. Вот, хорошо. Поэтому то, что мы с вами говорим, мы не можем покаяться за других людей. Но мы можем их обличить, мы можем их наставить, мы можем им помочь. И показать им цель, выход из этой ситуации, да, чтобы они могли научиться решать уже самостоятельно свои проблемы. Потому что могут быть люди, которые непрестанно могут к нам подходить, вот, и помогите, 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 помогите. Если мы будем только помогать, 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 но не будем показывать им выход из этой ситуации, даже не будем им задавать вопросы. А как ты видишь выход из этой ситуации? Чтобы человек начинал думать и размышлять, что он, ну, на нем есть ответственность за свои поступки, и на нем есть ответственность, как выйти из этого состояния, из этого положения. И с другой стороны, с другой стороны, когда мы считаем эти все стихи, вот, очень важно, чтобы мы с вами не были судьями, когда мы видим тех людей, которые согрешают. Это другая сторона, вы понимаете. То есть, не обращать внимания на согрешающих. Ну, и те, которые согрешают, чтобы мы их не осуждали. Потому что, опять же, можем вспомнить милость Господню, которая была явлена нам, правда? Мы можем вспомнить тех людей, которые нам помогали, и за счет кого, и за счет чего мы могли устоять. Так как люди о нас заботились, потому что без Его милости мы, конечно же, ничто бы не смогли. Неизвестно, где бы мы с вами были, если бы не Его милость, и не те люди, которые нам помогали. Поэтому мы с вами должны это понимать. Если люди грешат, это не значит, что мы по отношению к ним святые. Вы понимаете, вот мы святые, а они вот такие грешники-беззаконники. То есть, мы можем себя чувствовать иногда в таком, ну, вот как бы, я вот праведник, я вот молодец, а вот они согрешают. Это неправильно. И с другой стороны, мы не должны быть равнодушными, то, о чем мы говорим. Хороший очень пример для нас – это празднование Песоха. Вот, и в Пасхальном Седоре, когда мы вспоминаем, какой ценой наш народ вышел из Египта, да, какой ценой были поражены первенцы египетские. То есть, у египтян была возможность, у фараона отпустить вовремя еврейский народ, вот, преклониться перед Всевышним Богом, перед Всемогущим. Вот, но этого не произошло, и какой ценой? Ценой смерти других людей. Поэтому, да, ожесточал он, поэтому мы должны всегда это помнить, что милость Божья, она превозносится над всяким судом. Мы не можем судить, мы не должны осуждать, мы не должны показывать пальцем. Мы действительно, как те, которые любят Бога и сострадательны, у нас должна быть правильная на это реакция. И давайте четвертый и пятый стих прощем. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Еще один из древнегреческих переводов. «Так пусть каждый трезво судит о своих делах, испытывает свое дело, и тогда он сможет гордиться собственными успехами, или иметь похвалу в себе, и не будет сравнивать их с чужими, ведь у каждого своя ноша». То есть нам с вами нельзя сравнивать себя с другими людьми, нельзя использовать грехи братьев. Почему? Потому что Бог сравнит нас с Иешуа, а не с другими. Амин? Бог сравнит нас с Иешуа. Нам нельзя использовать грехи наших братьев и наших сестер. Мы не можем себя сравнивать с другими. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не соперничали в наших служениях с друг с другом. Очень важно, чтобы мы не завидовали, безусловно. Можно задать себе вопрос. «Вадим, а радуюсь ли я успехами того или иного брата, то или иной сестры, того или иного служителя? Радуюсь я или нет? Или все-таки где-то меня скрижет, когда у него получается, а у меня вот чуть-чуть меньше получается. Но вот когда у меня чуть-чуть больше получается, а у него не получается». Задавали вы себе такие вопросы? Это приходит на любом уровне. Ну, честно вам скажу, даже на пасторском уровне. «Нарушение десятой заповеди. Не пожелай ближнему». Понимаете? То есть соперничество, оно может приходить. Зависть – это такая штука. Сравнение. Серьезно? На пасторском уровне это тоже может приходить? На уровне какого-то служения, которое вы несете, это тоже может приходить? Это такой я, такая трава, которая… Пожалуйста. Иудейская традиция эту заповедь так интересно рассматривает. Несмотря на то, что она последняя в списке из десяти, она является в определенном смысле уникальной, потому что предыдущие девять, они находятся как бы в такой плоскости «делай, не делай». А здесь идет речь о желании. То есть это уже немножко глубже и намного серьезнее. То есть сложно не пожелать чего-то, когда хочется чего-то пожелать. То есть тут уже на самом деле идет речь о рассматривании своих мотивов. И это действительно намного сложнее бывает, потому что это не всегда можно увидеть сразу, в отличие от «дел», которые внешние. «Дела» они сразу как бы видны действительно, а здесь это нужно какое-то время, чтобы это понять, ощупать. И когда ты понимаешь, что ты в ловушке, то, конечно, нужно с этим разбираться, нужно эти путы развязывать и выходить из этого. Вы знаете, даже ловишь себя на том, что ты имеешь отношение с братом, и они, может, не очень дружеские, но такие братские, хорошие, доверительные. И какие-то приходят такие моменты, что когда его выделяют кто-то, из других служителей, старших, из пастырей, ставят в пример, в хорошие. Надо же показывать, мотивировать людей. Вот тут действительно есть плоды успеха. И когда ты уже видишь, что твое имя не фигурирует, а фигурирует имя этого брата, то уже кошки начинают пробегать. Ляночка, вы что-то хотели сказать? Юное создание. Я хотела спросить, а как с этим бороться? Лично... Я хотела спросить, просто как с этим бороться? Потому что у меня много таких ситуаций, которых, например, вот как вы передали пример, то, что кошки скребутся. Просто я не знаю, просто рассказать это старшему или как? Если у тебя кошки скребут? Нет, когда вот, например, не тебя хвалят, а зависть. Как просто с этой завистью бороться? Как вот все-таки молишь и говоришь, я хочу, чтобы меня хвалили, а не кого-то. Ну, хочу от этого избавиться и понимаю это сама. Но они получаются. Вот как с этим просто бороться? Рассказать это старшему, ну, в смысле, лидеру, который духовнее более тебя. Просто как? Безусловно, с этим нужно бороться. Безусловно, с завистью нужно бороться. Это... То есть тут нужно прилагать усилия. Я знаю одного служителя, который поделился и говорит о том, что я просто на протяжении какого-то времени выходил просто на улицу, шел по улице, и вот одно из моих, большая частью времени моих отношений с Богом, я у Бога просил, чтобы Он меня избавил от зависти. И причем это служитель такой, ну, под которым люди, так, несколько служений унесли. То есть это может поражать, ну, очень многих из нас. Всех из нас может поражать. Но, опять же, мы должны выходить из этого победителей. И если, то есть, ну, я не знаю, как у тебя, вот, то есть если ты чувствуешь, что это как бы приходит часто, часто, постоянно, или все-таки как-то временами, то есть если, ну, очень часто чувствуешь, что тебя просто, ну, разрывают, тогда нужно, ну, серьезно трудиться в этом отношении. Безусловно, общаться с наставниками, безусловно, открываться, вот, по отношению к кому у тебя зависть. Если у тебя есть кому-то зависть, значит, тогда подожди, а какие у тебя отношения с этим человеком? То есть может быть обида, может быть непрощение, может у вас был конфликт, может у вас что-то не разрешилось. То есть, естественно, когда у человека этого какой-то успех, как же он может быть такой успешный, как же, вот, понимаешь, и у тебя получается неправильный негативный взгляд на этого человека. То есть тут такие ситуации нужно с духовными наставниками разбирать, смотреть, вот почему у тебя зависть. Но, ну, честно, открыто говорить, то есть если ты получаешь какую-то помощь, двигаться в этом направлении. Вот, если ты видишь, что вот зависть у тебя к этому человеку, а он действительно, ну, успешен, и есть какие-то плоды, опять же, то, что мы говорили, начинай видеть позитивно, начинай благодарить Бога. Просто благодари Бога. Благодари, у тебя будет, ну, как бы, больше приходить такой взгляд доброты, знаешь, то есть ты будешь желать на самом деле доброго. То есть у тебя уже будет внутри исходить из себя теплота, благодарность, радость за то, что у этого человека что-то получается. Понимаешь? То есть ты должна понимать, то есть то, что мы прочитали в Ефесянам 4,16. У каждого своя мера в наших взаимоискрепляющих связях для созидания тела. То есть это, как бы, я понимаю, уровень, ну, как бы, наш духовный, то есть как бы это все совместить и понять мою часть в теле, мою часть по местной общине, мою часть в этом служении. Вот, ну, действительно, это процесс. Вот, это процесс, но ничего, надо с этим бороться, побеждать и не расстраиваться. Но если это как становится, как твердыни, то, конечно, нужно молиться. Нужно молиться, нужно молиться, бороться. Вот. Вплоть до того, чтобы подойти к этому человеку или к этой сестре, к брату, сказать, послушай, ну вот не постесняться обнажиться, открыть свою слабость и сказать, вот я тебе завидую, вот у меня зависть приходит по тем, по тем причинам. Поделись. Поделись. Вот я тебя прошу, знаешь, и открыто поговорить. Ага, ага. Все, что во свете, да. Пожалуйста. Мне кажется, что чаще всего причиной зависти является низкая самооценка. Я вот просто заметил, что третий месяц, как я здесь вот учусь, Бог со мной работает очень так интенсивно по двум направлениям. Первое, это смирение пред Господом, то есть, чтобы не почитал себя выше, чем есть на самом деле. И второй момент, это Бог поднимает мою самооценку в нем. Значит, и на самом деле, когда начинаешь понимать, насколько я дорог для Господа, какая цена была заплачена за мою жизнь, значит, начинаешь понимать, что на самом деле, если я так дорог для Бога, то он никогда ни перед чем не остановится, чтобы дать мне все необходимое. И тогда места для зависти просто не остается. Если я любимый сын своего отца, то завидовать кому-то, оно уже как бы, ну, оно просто, это настолько действительно яркий такой свет приходит внутрь, что понимаешь, что мне должны завидовать, мир должен завидовать, что Бог меня так любит. Ну, а с другой стороны, понимать, что все мы дети Божьи. И это уже уравнивает. Очень хорошее дополнение. То есть, опять же, то, что мы говорим, что мы должны понимать, что мы принятые, мы дорогие, мы любимые дети своего Бога. Когда мы вот так вот себя принимаем, что мы цены для Бога. Вот, я любимая дочка у своего Бога. Вот, поэтому действительно, вот эта вот низкая самооценка, она терпит просто поражение и крах, и в тебе поднимается вот эта, ну, любовь к Богу и Божья верность по отношению к тебе. Понимаешь, то есть, ты чувствуешь себя защищенной, любимой, дорогой, принятой. Вот, и, естественно, это сразу отрезляет, и взгляд становится другой. То есть, ты чувствуешь уверенность, ты можешь видеть, что есть в тебе способность, нужность, ты можешь приносить плоды Богу в служении, тебя любят люди, тебя любят служители, и все. И это поражает, зависть поражает. Хорошо. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», 18 глава. Мы не будем ее читать, вот, но мы можем молитвенно ее вот так рассмотреть и кое-что вспомнить, потому что после того, как наш народ вышел из Египта, нужен был следующий этап. Должна была прийти какая-то структура взаимоотношений, уровень отношений, как вести, руководить народом, Моисею. Вот, и здесь написано, мы знаем эту историю, что Бог показал Иофору, тестью Моше, о том, как он должен служить народу, как он должен вникать в нужды народа, о распределении служителей, какие-то должны быть служители, вот, и чтобы решать нужды народа. И если мы внимательно посмотрим, то Бог лично об этом мог сказать Моисею, да, то, что он показал Иофору. Но мы знаем, и в Писании это видим, и на примере этой истории, что Бог, он действует разнообразно, и Бог, он может говорить разными путями, через обстоятельства, через жену, через мужа, через детей, через пастора, через тесте и так далее, да. И обратите внимание, Бог передал это Иофору. Правда? И я интересных два таких момента здесь увидел, когда вот читал, размышлял над этой ситуацией, то есть это касательно как бы роста общины при переходе на новый уровень, вот. Но кое-что я увидел, что имел от Бога Моисей, какую часть его действия и поступки, и какие имел поступки и действия Иофор. И вот Иофор, он не сказал Моисею, послушай, зятек, время вообще твое пришло. Ты вообще наделал кучу ошибок. Ты томишь народ, то, что ты целыми днями их судишь, разбираешь их вопросы. Народ стоит в очередях, народ раздражен, томится, да, время вообще твое пришло, нельзя так поступать. Но Иофор, он не осудил помазанника Божьего, несмотря на то, что он был родственник. Можно это включить во внимание, можно не включить. Мы говорим как бы о суть. Иофор не осудил поступки Моисея. Да? Не осудил за ошибки. Другие, возможно, осуждали и в другие времена, и даже бунтовали, но Иофор нет. Это не значит, что он был святее Моисея, и это не значит, что он был равнодушным в отношении еврейского народа. В отношении того, что происходило в то время с народом. Потому что народ находился в тяжбе, в изнурении от инкаунтера Моисея. Можно это вырезать. И Иофор, он подставил свое плечо, да? Он подставил свое плечо Моисею, и он взял это бремя, он взял эту заботу о еврейском народе на себя. Потому что в этом случае, в данном случае, Иофор получил очень сильный совет, сильное откровение от самого Бога. И он не сравнивал себя с Моисеем, потому что он бы мог сказать, что Моисей, я вижу здесь твои ошибки, я вижу здесь твои неудачи, неумения, неопытность, к тому же ты косноязычен и так далее и тому подобное. Иофор не использовал, скажем, неудачу или неуспех, или промах, или поражение Моисея для своих целей, для своего продвижения, для поднятия своего авторитета, для того, чтобы занять место Моисея, для того, чтобы взять власть, он так не поступает. по-другому, наоборот, он поддерживает Моисея в трудное время для Моисея. Я верю, что для Моисея это было трудное время. В нашей жизни могут быть чудеса, в нашей жизни могут быть сильные знамения, исцеления, ученики воскрешали мертвых, и что вы их спокойно успокоили, не радуйтесь об этом, радуйтесь другому. Счастье в другом. И с другой стороны, Моисей, он не отвергнул Советы Афора. Он не отвергнул Советы Афора. Он бы мог сказать, послушай, я вообще помазанный здесь, я вообще здесь поставлен Богом. Тебе же рассказывали, как мы вообще выходили из Египта, как я взял посох, ударил, воды раступились, египтяне потонули, ты вообще видишь облачный столб, огненный столб, ты вообще понимаешь, кто я, да? Он поставил меня здесь. Моисей это не предавлял Афору, потому что он не служил себе. Он не служил своим целям, он не служил, чтобы прославиться, он не служил себе, потому что если бы он служил для себя, если бы он служил себе, то пришла бы гордость, пришло быть тщеславие, самовлюбленность, самообожание своими успехами, плодами, или даже теми плодами, через которые Бог через него действует, служил. Моисей был кроткий и смиренный. Поэтому Моисей должен был увидеть, как вести еврейскую общину. Моисей должен был увидеть, как ему начинать формировать новое еврейское служение. Моисей должен был буквально увидеть и понять, как ему начать конкретно это служение, в той части, которую он имел. И он принял этот совет. Он его не отвергнул. Он нуждался в помощи, он принял эту помощь. Без эгоизма, в простоте. И когда он это принял, всем было хорошо. Это был новый этап, новый уровень взаимоотношений среди колен Израилевых. поэтому мы с вами можем быть даже и не опытные. Моисей в этом опыта не имел. Мы можем с вами быть и не умеющие и не знающие. Но если мы открыты для Бога и мы понимаем в чем суть и из чего состоит его дело, которое он нам доверил, то тогда мы открываемся для него, исполняем его желание. У нас рождается это стремление и мы свободно протягиваем руку к нему через кого бы то ни было, через обстоятельства, через жену, через мужа, через пастора, через служителя, через тестья, если это от Бога. Это очень интересный пример. Моисей не был Бог. Моисей был обыкновенный человек. Он проходил серьезное испытание, после того, как вышел из Египта. Он хотел своими силами, но своими силами Бог ему показал, что нельзя. И он оказался на 40 лет в пустыне после того, как убил египтянина. И Бог его там шлифовал, формировал, очищал. И потом в конце пустыни, в течение этого времени Бог ему открылся в огне. и тогда пришло его призвание и предназначение. Поэтому для нас очень важно, даже если он прошел пустыню Моисея, даже если он был пастух-овец, но по мере того, как он шел за Богом и слышал Бога, по мере того, как он исполнял его повеление, был послушен ему, в любом случае всегда будет следующий этап. То есть это говорит о том, что мы с вами должны духовно возрастать. Мы не можем успокаиваться на вчерашних победах, на вчерашних заслугах, на вчерашних успехах. Мы не можем. И Моисей это понял. Моисей это принял. Если вы внимательно почитаете. Девятнадцатый стих. Тесть Моисеев, даже семнадцатого, Тесть Моисеев сказал ему, нехорошо это ты делаешь. Нехорошо. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Представьте, как Моисею это было услышать. Бог избрал Моисея, Моисей все сам сделал. Да, сейчас. И девятнадцатый стих. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобой. будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. И дальше он говорит, что нужно сделать. То есть он получает совет, получает откровение и написано будет Бог с тобой. Пожалуйста. Интересный момент, как сам тесть подошел к этому вопросу. Интересный момент, как сам тесть, как Итро подошел к этому вопросу. Маше знал, каково его призвание. Его характер шлифовался 40 лет в пустыне. И когда исход произошел, Итро увидел, что они общались на эту тему. Когда Итро увидел, что Бог реально совершил, пришел и увидел вот эту ситуацию, такой момент, и увидел тесть Маше все, что он делает с народом, и сказал он, что это такое, делаешь ты с народом. Маше знал, что он призван служить народу, но пришел новый уровень, он еще не был подготовлен, и он, будучи принцем Египта, он имел только один образ служения народу, как фараон это делал. Фараон концентрировал все внимание на себе, что в принципе приводило, кидало поклонству. Маше другого ничего никогда не видел, и он автоматически, зная, что он должен служить своему народу, перенес видимый образ в свое служение. И Тро, будучи уже в Писании он назван Кагеном, то есть священником, значит, он с высоты своих лет, будучи посвященным изучению этих духовных вопросов, он уже видел какие-то Божьи принципы, он пришел и так мудро сказал, типа того, что ты служишь этому народу, но что ты с ним делаешь, то есть он не сказал, что ты вот такой секой, он сказал, смотри, народ от этого страдает, то есть вот такая вот суть была в тех словах, которые он говорит, что это такое ты делаешь с народом, а дальше уже идет момент, зачем ты сидишь один, а весь народ стоит при тобой с утра до вечера, он показал, что это в конечном итоге может привести к тому, к чему пришел фараон, к идолопоклонству, а тот момент, что эта власть была рассредоточена, очень четко показывает, что на самом деле любой человек имеет доступ к мудрости Божьей, к правительству Божию, значит, и может получать это, и это выразилось в десяти начальниках, в пятидесяти, в сто, в тысячи начальниках, то есть помните, спасибо большое, то есть в Египте фараон кто был, это был идолом, это было культом, да, то есть и то, что мы говорили раньше в прошлых днях, то, что Моисей, он понимал, что ему нужно какой-то новый уровень исправления, то есть если он будет сам все решать, то, что мы слышим, да, то есть это приведет к идолопоклонству, то есть пастырь не должен стать идолом и культом, мы для своих людей, которых мы ведем и несем за них служение, для них служение, служим, мы должны быть для них примером и образцом, правда, примером, а не просто, чтобы они видели нас действительно, они должны нас видеть помощника, защитника, но мы не должны это брать и применять себя, использовать то положение и то власть, в котором оно есть, в каких-то своих интересах, потому что это сразу обнаружится, и сейчас еще полминутки, Исайя 35 глава, чтобы мы завершили это, Исайя 35 глава, смотрите, о неопытности, и будет там большая дорога, то есть здесь говорится о том, что пустыня расцветет, возвеселится и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, то есть мы видим, говорится здесь о земле Израиля, да, с 8 стиха, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся, в оригинале нету слова даже, в оригинале написано, что те, которые будут этим идти путем и неопытные не заблудятся, вы понимаете, Бог знает нашу неопытность, Бог видел, что Моисей он в чем-то подготовлен, но безусловно не до конца, Бог видит в чем-то нашу подготовленность, и в чем-то нашу неподготовленность, поэтому нашу неопытность и неумение, поэтому он говорит, что если вы будете идти этим путем, вы не заблудитесь, да, потому что этот путь будет святой, мы не заблудимся, ну и это вообще очень сильная глава 35, поэтому дай Бог, чтобы мы доверяли Богу и всегда чувствовали себя, знаете, неумеющими, не знающими, простыми, вот, чтобы, потому что если к нам будет приходить состояние, что мы уже все умеем и все знаем и достигли каких-то успехов, все, Бог гордым противится, то есть это непреложная истина, а смиренным дает благодать. Моисей был тем человеком, которым показал вам пример, многие другие люди Библии.